Хау, бледнолицые, под этим солнцем и небом мы тепло приветствуем вас Раз уж такие вот дела, то куда уж там и чего бы не Или проще говоря, от слов к делу Обитатели вселенной Кубовни перестают радовать творениями на околотамриэльскую тематику Так, главную страницу посетили видеоотчеты о стройках крупных тамриэльских достопримечательностей Балморы, имперского города и драконьего предела, что в Вайтране Не самые приятные новости уготованы Хардфайр Портал Геймбанши собрал воедино оценки дополнения, и они, откровенно говоря, не слишком высоки В лучшем случае, дополнение получает 3 из 5 баллов В общем и целом, пресса сошлась на том, что Хардфайр предлагает интересную идею Но предельно криво ее реализует, ограничивая творческую свободу игрока В то же время, на главной странице можно почитать объемистый отчет от издания OXM Подробно расписывающий сущность Хардфайр на практике Skyrim Workshop на Steam порадовал десятитысячным модом Им стал набор оружия Шаннара Если кто-то еще сомневается, что модификабельность игры способствует креативности ее фанатов То вот вам наглядные доказательства На сайте TES Online тем временем появились две новые публикации Рассуждение о грядущей бизнес-модели в грядущей Тамрейской ММО А также рассуждение о графике и дизайне ОНОЙ Игры, не бизнес-модели Вкусные анлорчики посетили главную страницу Во-первых, посмотрите на это чудо инженерной мысли Мушкет Если вам хотелось всадить в кого-то пулю А я уверен, что хотелось То это ваш шанс Ну и во-вторых Материал о значимости ограничения времени прохождения игры От OnlySP также навестил главную Как влияет ограничение длительности прохождения на геймплей? Добро это или зло? Плюсы и минусы неумолимо тикающего таймера Насыщенность против всеобъемлющести Интенсификация против экспансии Кто победит? Пит Хайнс порадовал новостью о том, что TES 6 можно ждать в нескором времени Тем самым он избавил нас от страха, что TES Online полностью ведет серию в онлайн Порадовал констатацией значимости каждой части серии для Bethesda не желающий ставить цикл на конвейер и вообще... Учебный культурологический обливион. Вот так вот. Синди Ли Эндертон и Элизабет Кинг провели курс «Культурные исследования игры» на базе Тест-4. Они пытались изучить реакцию студентов на внутренний мир игры и через их действия глубже проникнуть в человеческий разум, который, как нам известно, потемки. Имеем смутное подозрение, что студенты не сильно возражали. Скайвинд! Нет, какие комментарии, о чем вы? Обзор «Портные Варденфелла» предлагает вашему вниманию кучу вкусных одежных плагинов для вечно живого Морровинга. Хотите узнать больше? Милости просим статьи. Голден Джойстик Эвотс ищет победителя. Одна из самых престижных игровых премий, новая цель для Скайрим, и так собравшего прилично наград. Игра номинируется по следующим категориям. Лучшая игра года. Лучшая РПГ. Лучший игровой момент. Лучшая ДЛЦ. Другие проекты Бетезда тоже рядышком. Стоит посмотреть. И лучший шутер. Соответственно, Elder Scrolls Online и Rage. Вездесущий Пит Хайнс ответил на вопросы представителей MCV о Скайрим и Dishonored. Он рассказал о планах на будущее, о позиционировании Бетезда в индустрии, об ожидаемых успехах тайтлов Бетезда, старых и новых, об освоении новых франшиз и об озвучке, о жестокости в видеоиграх и о том, почему Тес Онлайн не попал на Gamescom. А тем временем во внешнем мире. Неугомонный вал в неугомонные. Steam Big Picture — новый прожект от неугомонных разработчиков. Как вам такое? Ваш любимый Steam весь такой анимированный на экране телевизора. Да-да, теперь у Steam есть специнтерфейс, заточенный под телеприемники. Зачем? Хм, хороший вопрос. Что там за слухи ходили вокруг консоли от Valve и поиска инженеров-электронщиков? Apple ненавидит овощные магазины! Именно так. Гигант кибергламура подал иск против Apple. Кибермагазина овощей и фруктов. Логотип у них схожий, видите ли? Ну-ну. Сначала Samsung, теперь Apple. Что дальше? Лоток Бабы Гали на Центральном? Катаку радостно сообщает, что фильм по отечественной саге «Метро 2000 с чем-то» может таки иметь место. Продюсирует это дело вроде как Марк Джонсон. Он отвечает за свежую нарнию на деньги студии MGM. Уи! А ещё портал извещает, что московское метро в играх серии немножко отличается от того, какое оно сейчас. На самом деле оно... Ня-аш-ной! Electronic Arts! Ненависть! 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 Сообщили порталу OXM, что не собираются принуждать Би-А-Вэ к чему-то. Они целиком доверяют чутью канадцев, и те вольны работать, как им душа пожелает. Свежо приданье-це довериться с трудом, судя по ряду странных телодвижений Би-А-Вэ А Obsidian Entertainment анонсировали Project Eternity, новую олдскульную игру в духе проектов на Infinity Engine. Помните, были такие мелкие, никому неизвестные игрушки, вроде, ну, Baldur's Gate, их было аж две, Icewind Dale, тоже две, или совсем уж мелочёвка, Planescape Tourment, что-то такое. УРА! Так, что-то много эмоций. Ну, спасибо за внимание, и, Альмсиви, до встречи через неделю. Ваши уши портил традиционно странный гном Дарин. Если мы vamos, как Шünkü- foi портил GRAIN. Пр этой carpet knew, как을 проверяйте,蓋 PE там, Getiche. ука. Продолжение следует...